Я думаю, было все то же самое, послы и олимпиады. Ну, скажи нам, американец, одеваться, да. Чем правду, да? Чем правду, да. Я хочу бы согласиться с Борисом. Кто бы сомневался. Поэтому рядом это стоять. Самый лучший способ для России обезопасить себя от оранжевого революции, это Россия очень беспокоит сейчас, и Путин об этом говорил в четверг, да. Это именно то, что Борис сказал. Это демократия, это демократические институты. Вы можете назвать один случай, когда оранжевая революция, образно говоря, произошла в демократии? По какой-то закономерности они все происходят в автократии, где нет других способов. Франция, Шарль де Голь, оранжевая революция, законно избранный президент свергнут, а потом очень быстро умер. Пожалуйста, демократическая страна Франция? Скажите, пожалуйста. Демократическая. Шарля де Голь демонстрациями сместили. Николай, напомните, почему де Голь попал? Потому что НАТО выбросил из Франции, они переехали куда поближе, в Бельгию. И что? Выменял доллары на золото. Вот причина оранжевой революции, которая сместила де Голь. Пожалуйста. Второе. По поводу того, что американцы поставили Гитлера. Это интересная теория. Я надеюсь, что ваша версия не войдет в учебники, в российские учебники. Мы работаем над этим. Это страшно. Но знаменитая фраза, знаменитая фраза будущего президента США, который был сенатором, что если будут побеждать немцы, мы должны помогать русским. Если будут побеждать русские, мы должны будем помогать немцев. И так до тех пор, пока не истребят друг друга как можно больше. Это фракт Трумэна, который считается великим президентом. Это она была сказана в начале Второй мировой войны, в Конгрессе. Окей. И третий, если можно. Да, конечно. Мне всегда забавно, когда я слышу, что американцы сделали Майдан, американцы сделали Болотное. Это все равно, что сказать, что ФСБ сделал протесты с Фергюсом. А, кстати, неплохая идея. Окупай Уолл-Стрит. Неплохая идея. Смешно уже. Нет, не смешно. Когда президент Соединенных Штатов, поругавшего с губернатором Калифорнии, поедет для выяснения отношений в российское посольство, то ваша версия, что Фергюсон организовал ФСБ, тогда подтвердится. Но когда президент Соединенных Штатов, Барак Обама, во время своей беседы с корреспондентом, впрямую заявляет, что мы были посредником сделки по передаче власти от Януковича, не сказав кому. При этом больше он это не комментировал, эту мысль он не раскрывал, и до этого США отрицали свою роль в этом. Нет, вы не так его поняли. И печенюшки мы не видели там. Я объясню. Он имел в виду, он имел в виду, что-то было потеряно в переводе, как обычно. Нет, нет, нет. Может, я объясню, что так как английский как родной, поэтому я слушал без перевода. Ну, мой английский чуть-чуть лучше. Но нет, у вас хороший английский. У вас хороший английский. Давайте не меряйтесь нашими английскими. Майк, что США помогли Украине, но вот это переходный период. Там было слово «we brokered a deal». Да, мы помогли Украине перевести, скажите мне, пожалуйста, к выборам 25 мая. Нет, 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 нет. Там не было ни слова про выборы 25 мая. Была конкретная фраза. «We brokered a deal of transfer power from Yanukovych to…» Дальше молчать. Да. Мы помогли процесс перехода к свободным выборам. Продест перехода – это очень хорошее словочетание. Продест перехода. Брокер – это тут, что это процесс? Это пособник. Пособник. А что в этом плохого? Да нет, с вашей позиции все прекрасно, с нашей преступлением. Но у нас это уголовный кодекс. Но все-таки, Владимир, все-таки, может быть, были внутренние причины, почему был Фергюсом? Может быть, есть внутренние причины, почему Occupy Wall Street? Может быть… Конечно. И мало этого, как только государство решает эти проблемы само, оно развивается. Как только государство предлагает рецепты извне, оно рано или поздно взрывается экстремизмом. Приведите мне хотя бы один пример страны, которая стала бы себя чувствовать лучше после цветной революции. Хоть один. Украина. Сейчас. Ну, помать, прежде всего.